Девушки отдыхают Это древний ритуал одной из самых загадочных организаций. Фата на мальчиках – символ чистоты. Сегодня они делают первый шаг к секретному братству, о котором говорят все, кому не лень. И только знающие хранят молчание. О них молчит президент США. Это секрет. Они проводят мистические ритуалы. И тайно собираются на элитных курортах. Скажите, это машина Белла Клинтона или королева Бенатрикс? Их тайные знаки разбросаны по всей планете. В европейских столицах, на улицах Вашингтона и на долларовых банкнотах. Даже кремлевская стена для них не преград. На большом каменном мосту, куда ни посмотри, везде молот до наковальни. Символ пролетариата или тайный знак. Конспирологи утверждают, даже звезды на Кремле – это их символ, символ масонов. Тех, о ком издревле говорят, всемирные заговорщики, плетущие сети небывалых интриг, управляющие миром, расставляющие нужных людей на нужные должности. Масоны – мировое правительство или хранители истины? Что происходит на тайных местах для посвященных? Кто из российских министров носил фартук вольного каменщика? И как попасть на закрытые слеты для мировой элиты? А также впервые на телевидении – масонский храм под стенами Кремля и тайный обряд посвящения. Смотрите прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно говоря, что вот это такое, если вкратце сказать, куда мы сейчас спускаемся? Мы с вами сейчас идем в храм. В храм, в котором собираются наши братья. Сюда, да? На своих собраниях. Неприметный подвал в центре Москвы. Непосвященный никогда не догадается. Здесь действует масонский храм. За этот порог еще никогда не пускали чужих. Честно вам признаюсь, первый раз в масонском храме. Вот что здесь? Ну, это и неудивительно, да? Потому что, как правило, мы от своих храмов не пускаем. И это традиция, которая существует уже много столетий. Вековая традиция нарушена. Впервые русские масоны позвали телевидение туда, где добывается тайное знание. Впервые согласились рассказать о себе и даже показать, как происходит обряд посвящения. На митингах радикальной оппозиции, к слову, масоны всегда добавляют оскорбительное жида. Древнее братство здесь считают врагами России и православия. В голливудском кино масоны тоже представлены не в лучшем виде. Мрачная, чрезвычайно влиятельная организация. В одном все уверены точно, масоны процветают до сих пор. Случается, что их поминают и на самом высоком уровне. Это что такое за знак масонский? Это его первое телевизионное интервью, но лицо Великий Мастер Великой Ложи России прячет. Считает, что не настало время окончательно выйти из сумрака. Кто-то изначально предубежден и не желает выйти за рамки этой предубежденности. Это возникает на почве незнание, непонимание. Не для всех доступна информация о масонстве. Все масонские храмы построены по единому образцу. Вход обязательно с запада. Место, где сидит досточимый мастер, то есть глава ложи на востоке. В центре три колонны – сила, красота и мудрость. Перед колоннами самое главное – алтарь. Масоном может стать только верующий человек. Не скрываю, что я православный, я горд этим. Масоны верят в единого Бога. Они называют его великий архитектор вселенной. Поэтому на алтаре могут рядом лежать и Коран, и Тора, и Библия. Это зависит от того, братья какой веры собрались на заседание ложек. В этом храме масоны православные, поэтому на алтаре только Евангелие. На священной книге искрещенный циркуль и наугольник. Для нас это не просто какой-то строительный инструмент, и священные книги, на которые возлагаются эти инструменты, они имеют, естественно, большой сохраненный смысл. Главный масонский символ – пламенеющая дейта. В центре треугольника – глаз. Это всевидящее око великого архитектора вселенной. Пятиконечная звезда. У масонов это символ центра вселенной. В центре масонской звезды, как правило, большая латинская «Ж». Это и бог, по-английски «год» и джометр, так масоны называют высшее существо. Фартук и перчатки, молотки и долото. В древности одежда и инструменты каменщиков сегодня – тайные знаки. В масона нельзя просто так попроситься. Братья сами подыскивают достойных. Сначала несколько как бы случайных встреч. Новичок может и не знать, что его прощупывают. Потом приглашают на собеседование. Если все удачно, претендента ждет посвящение и первое звание – ученик. Вот это закон. Этот закон символизирует то, что мы орден строителей, закон ученика. Он белый. И мы призываем ученика к тому, чтобы он сохранял этот закон в чистоте, как и свою честь и свою совесть. История и современность переплились. В храме российских масонов на почетном месте флаг страны и штандарт Великой Ложи. Это Дельта. Всем известный символ масонства. Это Георгий Победоносец. А это герб России. Да и великий мастер прячет лицо не потому, что является какой-то известной фигурой. Он не министр и не олигарх. Я похож на заговорщика? Предводитель российских масонов похож на того, кем и является. На скромного профессора одного из московских университетов. Мы легальная организация, легально существующая. Мы имеем государственную регистрацию. Наша цель – это работать во имя России. Но если все легально, к чему столько загадок? Что на самом деле происходит за закрытой дверью ложи? Эту скрытую съемку разоблачители масонов сделали в турецкой ложе. К загадочному ритуалу допущены только масоны высшего уровня посвящения, так называемого 33-го градуса. Голос за кадром поясняет, что происходит в черной комнате. Великий мастер пьет кровь козла, которого принесли в жертву в центре масонского храма. Это образы падших ангелов. Ну, а здесь додумывайте сами. Тут и додумывать нечего. Этот замок под Киевом принадлежит местному олигарху по фамилии Сатановский. У крестьян этот замок издавна считался офисом нечистой силы. По легенде, здесь когда-то стояла крепость тамплиеров, бежавших в восточные земли после разгрома ордена во Франции. Историки считают, это из тамплиеров вышли масоны. Орден тамплиеров был основан в начале 12-го века на святой земле. Рыцари ордена сначала защищали паломников, идущих в Иерусалим к гробу Господнему. За 200 лет тамплиеры стали самым богатым, могущественным и таинственным рыцарским орденом. Позднее были обвинены в сатанизме и разгромлены. В память об основателях на почетном месте фигура рыцаря, благословляющего грешниц. Там, где жили тамплиеры, теперь закрытый частный клуб. Орден замка Сат. Сат в индуизме обозначает истинно абсолютная реальность. Поди разберись, что означает загадочное слово Сат. То ли первые буквы фамилии владельца Сатановский, то ли недописанное имя дьявола. По крайней мере на тамплиерском кресте хозяйки мрачного замка буквы складываются в слово Сатан. Это символ нашего клуба. Это есть у меня, есть определенные ранги членов нашего клуба. И, конечно, при посвящении в члены клуба подобные вещи вручаются и имя. В этом частном клубе слишком хорошо знают все тонкости тайных обществ. В масонах мы переняли активную политическую позицию. Наши члены являются политиками, члены клуба. Амплиеров мы взяли такие рыцарские качества, как дублесть, честность, какие-то эзотерические знания. Не спеши смертные врата сии открыть, ибо они в прошлое. Познав прошлое, будущее узреешь, но бытие дня сегодняшнего отвергнешь. Вы знаете, немного подумав над этими словами, все без исключения члены клуба отказываются напрочь открывать эти двери. Там вообще-то за ними есть что-то или это... Безусловно, но вы подумайте. Ничего не видно. Трудно решиться зайти в тайную комнату. Татьяна утверждает, здесь бывает только сам Сатановский. Хозяин замка так и не захотел появиться в кадре, хотя все время был где-то рядом. Английский историк и журналист Тони Кослинг, специалист по тайным организациям. Его рыцарской романтикой не очаруешь. Хотя тамплиеры и считались добрыми христианами, вы только посмотрите, что вытворяли эти христиане. На Ближнем Востоке они убивали всех мужчин, женщин и детей. Лились реки крови. После разгрома ордена рыцари-темплиеры разбрелись по всей Европе. Большинство осело в Шотландии. Скотландия и Эдинбуре – это прямые потомки темплиеров. Известно ведь, что после третьей степени посвящения масон может выбрать себе темплиерский ритуал. Пятиконечная звезда – это очень неоднозначный знак. Это знак двух разных видов магии. Никто не минует звезду у входа в Великую ложу Англии. Англичане говорят, это самый большой масонский храм в мире. Если звезда направлена кончика вверх, это белая магия. А когда вниз, то черная. Получается, что вы входите с белой стороны в черную. Да и многочисленные оккультные исследования подтверждают, что белая магия только снаружи этой масонской ложи, а внутри магия черная. Тайные знания и мистические ритуалы масоны позаимствовали в Кабале. Кабала – мистическое учение средневековых еврейских философов. Ее последователи утверждают, тексты Тора имеют потаенный смысл. И при помощи специальных ритуалов и молитв человек может вмешиваться в божественно-космический процесс истории. У нас есть право просить высшие силы. Кабалистический обряд проклятия называется «Пульса Денура». В переводе с арамейского – «Удар огнем». Чтобы послали ангелов смерти. Ариэлю. Сыну двойры Шамерман. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...